Добрый день! Я решил сделать обзор конденсаторного микрофона BM800. Хотя купил я его очень дешево и маркировки BM800 на нем нигде не было, но производитель в объявлении на продаже на алиэкспрессе указал что это BM800. Хотя скорее всего что это уже подделка под BM800. Я им достаточно долго пользуюсь и решил уделить время протестировать его в разных режимах. Я покажу что у него внутри, в какой комплектации он был куплен, в чем удобство фантомного блока питания с USB разъемчиком на питание и уделю внимание такому устройству для микрофона которое называется pop filter и послушаю звук с микрофона с ним и без него для того чтобы вы понимали зачем это нужно и почему им нужно пользоваться всегда. Обзоров в сети очень много, но думаю что мой тоже будет достаточно интересным, потому что я буду рассказывать о своих личных впечатлениях от пользования этим устройством. Устройство абсолютно недорогое, то есть полный комплект не обошелся где-то год назад купленный порядка 50 долларов все вместе. Микрофон, отличные кабеля, блок питания, pop filter и микрофонная стойка, которую можно использовать для любых других целей. Ну что ж, начинаем смотреть комплектацию. Комплектация микрофона. Кроме самого микрофонщика к нему идет ветрозащита поролон. Идет микрофонная стойка универсальная с креплением на стол через вот такой вот. В комплекте с микрофоном шел основной кабель с разъемом mini jack и хорошим микрофонным разъемом. Дополнительно был куплен фантомный блок питания, причем я купил его именно под питание USB. Почему был такой выбор сделан? Потому что при наличии пауэрбанка с USB выходом на 5.0 вы можете пользоваться этим микрофоном на любом выезде, где у вас нету питания 220 вольт. Подключили и спокойно работаете. А для того, чтобы запитать в домашних или студийных условиях я пользуюсь обычным USB блочком питания 220 вольт и выход на фантомный блок питания. Также в комплекте шел виброподвес, на который крепится этот микрофон для того, чтобы убрать нежелательное сотрясание микрофона при касании стола и дополнительная защита большого размера, что мне очень нравится, с двойной тряпочкой и удобным креплением на саму стойку. Я сейчас все это соберу и сделаю тест микрофона. На что я еще хотел обратить внимание и что показать. Очень многие пользователи неправильно ставят микрофон. Он имеет диаграмму направленности. Он направленный. И вот, если посмотреть через сетку, здесь имеется капсуль. Есть его лицевая сторона и есть его обратная сторона, куда подходят провода. Так вот, к человеку, который записывает на этот микрофон, он должен быть повернут именно вот этой стороной капсуля. Не отсюда, не отсюда, а именно вот с этой стороны. Поэтому я для удобства, когда на микрофон одета еще и ветрозащита, я поставил себе меточку, чтобы не перепутать. И всегда знаю, что микрофон обращен ко мне. Также интересно заглянуть внутрь микрофона и посмотреть, что же у него внутри. Внутри у него хорошее металлическое основание, плата с двумя конденсаторами электролитическими и устройство подачи фантомного питания. Плата с резисторами. Все это закреплено на очень хорошем, массивном основании. Хорошая пайка. Мне нравится. Чтобы не ошибиться, чтобы не ошибиться, здесь имеется прорезь. Когда вы собираете микрофон, он становится на свое место, не болтается. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, при пользовании микрофоном не забывайте о том, что он направленный и говорит нужно именно вот сюда, где капсуль повернут к вам. То есть у него вот такая вот направленность на пользу. В собранном виде микрофон на стойке выглядит именно так. Стойка, микрофон, виброподвес, поп-фильтр. Мне очень нравится в комплектации длинные шнуры, очень качественные. То есть у меня сейчас блок питания фантомный лежит где-то в двух с половиной метрах от меня. Камера стоит где-то в трех метрах и розетка метрах в пяти. Длины кабелей хватает полностью. Очень удобно. Тест микрофона подделкой BM800 на звуковую карту Орико. Делаю паузы для того, чтобы послушать внутренний шум микрофона и карты. Вот это работает карта в связке с микрофоном. Послушаем отдельно шумы карты. Обратно подключил микрофон. Слушаем шум отдельно микрофона с картой. Читаем текст. Гёте и Гуно на балу Сатаны. В ранних редакциях на балу Сатаны присутствовали и сам Гёте и композитор Шарль Гуно. Оба поклонились Маргарите, но колено не поцеловали. Почтенные гости были отмечены особым подарком. Перед Маргаритой оказался круглый золотой поднос и на нем два маленьких футляра. Крышки их отпрыгнули и в футлярах оказалось по золотому лаврамову веночку, который можно было носить в петлице как орден. Закончили тест через звуковую карту Орико. После того как вы прослушали тесты качества звука с этого микрофона, уделили внимание правильному расположению микрофона. Как я уже говорил, микрофон имеет направленную диаграмму и работать он должен именно в таком положении, чтобы капсуль смотрел на человека, говорящего в микрофон. Стоит вам его отвернуть чуть в сторону, диаграмма направленности остается прежней, а голос становится намного хуже. Для того чтобы это продемонстрировать, вот я сейчас говорю прямо в микрофон, я попробую говорить рядом с ним. То есть я вот отвожу стойку в сторону и начинаю говорить за микрофоном. Как вы видите, качество мгновенно изменилось, поэтому не ошибайтесь. Поп-фильтр. Что это такое и зачем он нужен? Он представляет из себя две синтетических тряпочки, достаточно плотной структуры, закрепленные в такую вот держалку. При использовании конденсаторных микрофонов поп-фильтр обязательный. Почему? А мы сейчас это посмотрим на примере. Я буду говорить буквы. Б и П. А сейчас то же самое, но только без поп-фильтра. А Б. А Б, А П, А Б, А Б, А П. А Б, А Б, А П П, Б, Б, Би. Разница в качестве произношения этих согласных очевидна Используя поп-фильтр, вам не нужно тратить время на дополнительную постобработку звука Для того, чтобы устранить эти недостатки в работе микрофона Спасибо за внимание Я надеюсь, что этот обзор будет полезен моим зрителям С вами был Андрей Матусевич, канал BodyFilm The Hub, 2020 год, апрель месяц, карантин